Ненецкий округ 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 Граждане, они прям приносили нам готовые рисунки, где прям было нарисовано схематично, конечно, где деревья, где парковка, где детская площадка или какие-то элементы. Были, конечно, такие, где просто выражали пожелания, поэтому при формировании дизайн-проектов, конечно, мнение жителей учитывалось в первую очередь. Нужно вот еще где-то нам отметить, что иногда желания жителей не входят по нормативам в те, как сказать, участки, да, в те территории, которые они хотят. Например, люди хотят и парковку, и детскую площадку, и озеленение, и еще спортивные турникеты какие-нибудь поставить, и там еще чего-нибудь, да. Но на самом деле понятно, что территория ограничена, плюс, например, для тех же парковок есть соответствующие нормативы, то есть они должны располагаться не ближе, чем в 15 метрах от дома, и соответствующая разметка, которая там находится, она тоже вся регламентирована. Поэтому вот столкнулись проектировщики с тем вопросом, с той проблемой, что не все пожелания граждан могут быть учтены, ну, по факту, да, скажем так, при реализации этого проекта. Поэтому вот в течение того месяца, что дается на обсуждение этих проектов, как раз гражданам и нужно решить и расставить приоритеты. В какой стадии сейчас находится проект? Ну, нам несколько было сложнее, на самом деле, в городе, потому что, как видите, очень большое количество дворовых территорий, и участвовав в проекте, очень большие активные жители появились, и, к сожалению, не было готовых уже решений. Поэтому вот за эти сжатые строки, буквально за месяц, мы должны и разработать, и согласовать с жителями дизайн-проекты, и по этим дизайн-проектам разработать проектно-осместную документацию для того, чтобы приступить уже к практической реализации. Так вот сейчас как раз идет этап доработки дизайн-проектов и с той целью, чтобы было правильно организовано общественное слушание, чтобы каждый житель, ту дворовую территорию, которая сейчас в проекте, могли высказать свое мнение и, в общем-то, наиболее получить, чтобы проект получил наибольшее согласование тех жителей, которые будут потом его эксплуатировать. То есть до 19 мая принимаются пожелания, замечания жителей города, да? Да, конечно. Это по общественным территориям? Это по общественным территориям, а по дворовым до 29 мая. Месяц дается жителям для того, чтобы обсудить его, внести какие-то коррективы в дизайн-проект. Это картинка, дизайн-проект, после чего опять будет организовано заседание общественной комиссии, дизайн-проект будет утвержден и на основе дизайн-проекта будет разработана предсмертная документация. И самое главное, какие объекты отобраны и какие будут реализованы в этом году? Ну, на самом деле, все зависит, конечно, от финансирования, поэтому, но работа жителей не пошла зря, и все 48 заявок, которые были оформлены правильно, все они были по рейтингу расставлены, исходя из тех критерий, которые были определены для отбора, все войдут в муниципальную программу, но на 2017 год, исходя из того финансирования, которые есть, пока отобраны и утверждены на общественной комиссии 5 дворовых территорий, ну, а уже сходя из тех цифр, которые мы получим после проектирования, будет понятно, сколько мы сможем в этом году сделать. Ну, вот пока на сегодняшний день, на первом месте у нас дворовых территорий, 60 лет октября, значит, дома 48, дворовые территории 48 Г, 48 В, строительные 10, вторая дворовая территория, тоже 60 лет октября, значит, дома 8, 6, 10, значит, вот эти дворовые территории, как раз, будут в первую очередь подготовлены к реализации. А общественные зоны, какие будут проекты реализованы? Из общественных зон вошел участок на пересечении улицы Российская, аэродромная, это в старом аэропорту, все мы знаем, что там уже огромное количество домов, такое целое сообщество организовалось, жителей, и, к сожалению, ни одной обустроенной территории, где бы люди могли погулять, провести время с семьей, развлечь своих детей, нет. Поэтому вот именно на этом участке будет обустроена спортивно-детская площадка, то есть будут элементы и те, и те, озеленение, освещение, все как положено. Следующая территория, это в районе здания номер 6 по улице Ленина, она примыкает к музею-ресторану «Тиман». Парк – это лесозавод, все мы знаем, что лесозаводчане уже давно, как сказать-то не лоббируют, а продвигают создание этого парка, который был бы посвящен одному из крупнейших предприятий, которое было на территории нашего округа. Поэтому в этом году начнется устройство этого парка, под него выделен земельный участок, и, конечно, весь парк, мы понимаем, что это достаточно большой, прямо даже вот в физическом, скажем, смысле, объект, поэтому, конечно, в этом году мы только приступим к его благоустройству, то есть это будет часть парка. И последняя территория – это уже полюбившееся место прогулок для наших горожан, это в районе улицы Рыбников за 4-й школой. Там будет тоже обустроена пешеходная дорожка, озеленение, освещение, то есть это уже, по сути дела, сложившееся место отдыха наших граждан. Елена Андреевна, когда на общественное мнение выставили проекты, некоторые жители нашего города недоумевали, почему же будет благоустроена территория у музея и ресторана. Расскажите, по каким критериям отбирались проекты, и почему решили эту территорию благоустроить? Мне кажется, вот уже так сложилось у нас, что это место стало достаточно популярным не только среди горожан, но и прежде всего среди гостей города. Это место находится на очень таком участке, часто посещаемом, то есть едем в Искатели или наоборот в город. Гости приезжают, едут из аэропорта, правильно, аэропорт или аэропорт, не на въезде, конечно, в город, но тем не менее, вот это кольцо, такая развязочка, оно является, так как трасса федерального значения, то, естественно, по ней движение очень интенсивное. И вид, когда вот люди приезжающие въезжают в центральную часть города, конечно, он нас оставлял желать лучшего. Кроме того, там рядом очень большой больничный комплекс, куда приезжают горожане навестить своих родственников, друзей, кто волею судеб там оказался. Кроме того, рядом находится достаточно большой многоквартирный дом. Вид из него тоже, я думаю, в настоящее время вызывает, оставляет желать лучшего. Это раз. То есть нам бы хотелось именно благоустроить вот эту территорию в том плане, что она на виду, на самом деле, прямо вот очень на виду у всех, и граждан, и гостей. Во-вторых, там планируется небольшая парковка, что вот я уже сказала, благоприятно скажется полностью, и разгрузит, во-первых, близлежащие дворы, во-вторых, позволит людям оставлять там свой автотранспорт. В-третьих, так как там пешеходная зона, люди, видели вы, не только спортсмены, но и просто, да, предпочитают сейчас все больше ходить пешком, и вот именно через мост в сторону Качгарта, кто живет не очень, скажем так, далеко, предпочитают пешие прогулки. Поэтому вот это место, оно тоже органично вольется вот в тот тротуар, который начинается с перекрестка, да, у улицы Ленина, и дальше уже идет к мосту. Так, чего мы еще до этого говорили? А кто будет содержать в дальнейшем благоустроенную территорию? Значит, эта территория на самом деле не обременена правами никаких третьих лиц, то есть права на нее не разграничены. По сути дела, этой территорией распоряжается округ, то есть никому эта земля в установленном порядке не отведена. Само здание, вот этот номер 6, да, где располагаются и торговый центр, и ресторан-музей Тиман, он, земельный участок, отмежован прямо под соколь этого здания. То есть эта территория фактически не принадлежит никому, принадлежит государству. Тем не менее, инициатором этого, включения этой территории выступило само общество с ограниченной ответственностью, как, естественно, тоже заинтересованное лицо. И тут это никоим образом не нарушает заявительный характер всех заинтересованных лиц. Они точно так же, как и другие люди заинтересованы в обустройстве этой территории. Единственное, что... не единственное, а один из тех тоже моментов, почему мы приняли в расчеты, стали рассматривать эту территорию, прежде всего, что эта организация согласилась сама, не только согласилась, а прямо проявила инициативу сама участвовать в обустройстве этой территории. И надо сказать, что уже есть первые результаты. Например, тоже разработать дизайн-проект, это нужен специалист, профессионал, который может и умеет работать в соответствующих программах. К сожалению, в самой городской администрации такие специалисты отсутствуют. Ну, прежде всего, это связано с передачей полномочий по архитектуре, строительству и вытекающие отсюда последствия. Поэтому в кратчайшие сроки найти дизайнера и разработать какой-то проект, это на самом деле достаточно сложно. И вот... не хозяева, а собственники. Собственники, да, заведения предложили нам свою помощь, и дизайн-проект, тем более в 3D-формате, разработан именно их силами. Тем более они точно так же, как и все жители, готовы принять и трудовое участие, и посильно содержать, скажем так, эту территорию. Хотя она, еще раз повторю, общественная. Она не принадлежит частному бизнесу. Все мы понимаем, что и территорию города, и поселка искателей нужно благоустраивать, что работа только в самом начале. Григорий Борисович, какие еще меры нужно предпринять в будущем для благоустройства поселка? Ну, давайте так говорить, что все, что сдавалось ранее, в принципе, и дворовые территории, они не обустраивались. Вот сегодня у нас нет ни подъездных дорог, к примеру, там, каких-то малых форм, или они уже давно устаревшие, например. Ну, все это требует замены. Берем даже старое строительство, которое было там, пускай в советское время, действительно территории не обустраивались. Другому будем называть там гольный песок, то есть не зелени, но там никаких-то кустарников, нет каких-то обыкновенных детских площадок. Второе, ведь мы должны обязательно учитывать то, что мы занимаемся уже сносом жилья. Второе, что в дальнейшем предполагается, например, поселок канализовать. Есть проекты и все прочее. Это мы тоже должны учитывать, если мы сделаем пустую работу, просто благоустроим, а завтра все это взроем, например, и будет деньги на ветер, как говорится, получится, да? Вот, поэтому мы сегодня идем по такому принципу, что вот есть территория и позволяет ее благоустроить, чтобы в дальнейшем не трогать, уже не перестраивать. Вот мы говорим там одномонтажника, у нас есть так в народе называемый Пентагон, например, да, так? Вот, но это двухэтажные дома, одноподъездные, там прекрасно внутри территория, это ленинградская застройка по принципу, да? Вот. Мы как бы часть работ там сделали, и надо просто завершить. И тогда мы с этой территории, ну, кроме, скажем, там благоустрой территории, мы там переделывали крыши под современный вид, то есть этот микрорайончик, он уже будет обустроен, и уже на него не надо будет, так сказать, обращать внимание. Это не только там детские площадки, какие тротуары там, вот, это и асфальтирование проездов, например, ну, чтобы... Вот есть территория, она должна быть благоустроена. И вот жильцы выступают с инициативой, да, хорошо, и вот комиссия, которая происходила там 17 апреля у нас была, 20 апреля общественная комиссия, как бы одобрила эти проекты. Есть территории, которые мы уже сделали, например, там надо кое-что доделать, скажем, там спортивную площадку доделать. Вот. Есть территории, которые жители сами просят, например, какую-то детскую площадку, и в дальнейшем они будут ее и содержать, и сами установят. Ну, раз этот проект так направлен, значит, мы должны все это учитывать. Ну, единственное, вот у нас будет 20 мая, корректировочно уже, там будем смотреть по деньгам, потому что мы говорим, что финансирование, то, что мы, например, набрали этих работ, не то, что набрали, мы заявки принимаем для формирования и в дальнейшем от жителей, например. И у нас тоже поступают, как одиночные, так и коллективные. Вот. Будем корректировать, потому что на то, что мы рассчитывали, сегодня мы это как бы практически не получаем. И второе, есть и пожелания жителей, я уже предлагал, когда комиссия приезжала, нам предлагал, что надо покрасить дома или там облицевать сатином, потому что то, что мы хотим сегодня благоустроить в районе территории, а фасады будут выглядеть обшарпанные, вы извините, это, понимаете, никакой эстетики не дает. Вот. Есть и минные дома, скажем, у нас Садельского есть, там Ордалина, то есть они сегодня не покрашены, ничего. А в принципе по законам, например, там жители должны, ну, извините, они не очень-то хотят в этом участвовать, то здесь должно быть, ну, давайте возьмем, например, там Москву или Питер, они фасады ремонтируют, ремонтируют, и мы по такому принципу, ну, пока это как бы исключили. Но я, например, лично считаю, что это неправильно. Вот. Мы должны делать все в комплексе, не только дворовые территории, но и фасады у нас должны быть, выглядеть соответственно. Иначе вида, ни поселок, ни город он не получит. А общественные зоны в поселке, искатели какие-то? Зоны, они есть, вы знаете, что у нас и лыжевые роли на трассе, там, например, есть, там, ну, конечно, есть такое, что варварское относится, там, скамейки ломают и все прочее, это у нас присутствует, например, да. Вот. Сейчас там выиграла заявка, скажем, на факеле, там есть небольшой треугольник, сделан на передвиг газовиков и молодежный, например. Ну, там надо для мамочек, например, сделать там, скамейки поставить, какие-то брусчатка, выложить площадку, чтобы они тоже могли там приходить отдыхать. Вот. И она, кстати, выиграла и самая большая, так сказать, голосов получила за это, ну, на голосование. Вот. Поэтому все это учитывать. Есть заявки подают, например, там, по улице геологов, но там, по проекту у нас, там улица проходит, например, да, они предлагаются закрыть и сделать пешеходную. Ну, это надо изнести изменение в проект, но сегодня он пока в стадии, так сказать, разработки, и там она присмотрена. Но мы эту заявку, так сказать, отдали, чтобы было переделано именно на такую пешеходную зону. Вот. Потому что есть и разные мнения. Кто-то хочет, чтобы было просто пешеходное, кто-то хочет сделать стоянку, например, автомобиль. Ну, вот это все должно рассматриваться и, учитывая все мнение, все это сделать. Потому что есть площадки, которые, условно, даже сегодня детские, которые, как бы, они не требуются, они просто мешают во дворе. Если вот застройка была так, как-то неправильно спланирована, тут же подстанция, например, стоит, тут же детская площадка. Это, в принципе, нарушение. Рядом есть большая. Вот мы тоже план поставили, например, что надо сделать. Там на улице строители, между строители и Ордалия, например. Вот ее обустроить, сделать одну на, скажем, на несколько дворов, чтобы можно было. Как-то вот это все, если все вместе сделать, она территория будет, она более будет иметь приглядный вид. Ну, естественно, если мы там что-то убираем, для автотранспорта появятся какие-то больше стоянки. Вот. Поэтому все пожелания, наверное, учитывать жителей, чтобы они не чувствовали так, что их там что-то, как бы, не вышли их мнение. Ну, и одновременно, что все было согласно нормам, сам ПИНО. А как вы относитесь к тому, что каждый житель хочет, чтобы прямо во дворе, в каждом была детская площадка? Отрицательно. Я почему скажу? Потому что дворовые территории есть такие, например, что они общие, например, да, и вот если поставить везде детской площадки, в любом случае их надо содержать, например, да, площадки. Даже, я говорю, спортивные площадки, они будут быть общие где-то. Скажем, есть у нас там Россихино. И есть свободная территория там возле гаражей, ну, общественных гаражей. Там раньше стадион был, например, да. Если там хорошую, большую площадку сделать, она будет, как бы, учитывать там интересы и факела, например, как мы называем, да, и тут же Россихино. Вот, поэтому, ну, небольшие детские площадки для малышей, я имею в виду, да, там, до трех лет, это я понимаю. Но просто такие большие площадки, ну, в каждом дворе смысла нет ставить, тем более, это все равно, это будет тоже мешать территорию убрать, да, еще учитывая то, что жители ставят машины, где попало, например, да, что нельзя, это тоже надо рассчитывать. В каждом дворе площадки не может быть. Общие площадки. Вот большое внимание действительно уделяется детским площадкам. По вашему мнению, какие направления работы может быть были упущены жителями в заявках? Что еще требуется благоустроить, кроме детских площадок? Тут, к сожалению, невозможно внести было какие-то коррективы, потому что перечень минимальный работ и дополнительный были утверждены, соответственно, на правительственном уровне, и у нас в округе они были утверждены на региональном уровне. Этот перечень закрытый на этот год, то есть слово «иные работы», где, например, можно было бы включить что-то по желанию конкретного двора или конкретной территории, к сожалению, в этом году недопустимы. Поэтому работали с тем, что есть. И выбирали жители на собраниях только те виды работ, которые были предусмотрены обеими этими перечнями. Обязательно хотя бы один вид работ из минимального перечня, а из дополнительного уже по желанию и по возможностям. Но ведь проект рассчитан до 2022 года. Может быть, можно призвать граждан какие-то новые критерии вводить, новые перечни работ? Предложения, да, какие-то вы имеете в виду дать? Да, конечно, можно. Людям, наверное, лучше известно, да, чтобы смогло украсить или благоустроить или облегчить свою жизнь. Поэтому, конечно, как и любая инициатива, она имеет право жить, но утверждает все равно законодательство, да, поэтому нужно, чтобы люди могли донести свои пожелания, а законодатели, соответственно, их рассмотрели и приняли соответствующее решение. Елена Андреевна, голосование было организовано по баллам. Какое самое большое количество и самое наименьшее? Самое количество большое баллов у нас набрал двор, где расположены дома 1, 2 и 4 по Макарабаеву. Они набрали 463,10 баллов. Наименьший балл не будем говорить, да, кто, это 67,9. Здесь именно как раз большое влияние оказало и трудовое участие, и то, что этот двор для его благоустройства организовались жители трех домов. В этом тоже, мне кажется, есть смысл. Грубо говоря, за деньги, ну, сколько стоит площадка, там, 6, 8, неважно, да, сколько миллионов требуется на ее обустройство. Если мы ее поставим в одном дворе, да, то ограниченное количество жителей смогут пользоваться благами, да, скажем так, цивилизации. А все-таки, если этот дом стоит в окружении домов, то гораздо большее количество граждан повысит свое неблагосостояние, что? Качество жизни. Качество жизни, да, совершенно верно. Вот поэтому это тоже был один из сильных критериев, чтобы именно люди принимали решения сообща. Как раньше были добрососедские отношения во всех домах, люди всегда знали, кто живет рядом, здоровались друг с другом, выходили на субботники и помогали. Поэтому вот, наверное, цель этого проекта плюс ко всему, в том числе, наладить добрососедские отношения между людьми. Спасибо. Я могу сказать то же самое, потому что там, где много домов, я называю, вот по монтажечкам 4, там 6, энтаон, как я назвал, да, вот они на самом больше баллов набрали, потому что там большое количество домов. Где-то если одиночки выступают, то, естественно, у них меньше. Там кто-то один, второй дом, например, не участвует, не заинтересован. Поэтому и получается, где коллектив, там баллов больше. Это действительно так. Все сходится, что в городе, что в поселке. Граждане, они готовы принимать трудовое участие. Как вы можете оценить? На удивление, прямо, да, это достаточно удивительная вещь. Граждане очень активно участвовали в первых обсуждениях и подготовке и понимали, что их труд не только критерий, но и будет востребован при реализации самого проекта. В конечном итоге, наверное, это один, первый, наверное, проект, который, так близко подходит конкретному человеку. Потому что дворовая территория это сфера нашей жизни, это та инфраструктура, на которой мы живем и каждый день ходим, каждый день гуляют наши дети и так далее. Поэтому и при реализации самого проекта и вообще конечной цели это получить именно то, что хочется. Не то, что тебе построят, так сказать, мэрия или застройщик, а получить именно то, что хочется. Поэтому с моей точки зрения еще важной будет и жители это понимают, это главный критерий нашего отбора, что они и должны и обязаны и имеют возможность и будут принимать участие непосредственно в реализации проекта. Может быть, проект не покажет то количество насаждений, которое жителям хотелось бы. И вот при входе реализации захочет еще какой-нибудь дерево посадить, кустик, именное дерево какого-то жителя, который участвует в этом проекте. Может быть, не понравится или захочется какую-то лавочку добавить. То есть, можно сказать, что этот проект воспитывает в гражданах инициативу и ответственность за свою дворовую территорию, например? Да, конечно. Одна из целей, наверное, этого проекта. Потому что проект предусматривает, что эту общественную дворовую территорию даже содержать сами жители через управляющую компанию. Что очень новая вещь на самом деле, потому что это и ответственность, это и доброе отношение к иным дворам, где тоже живут люди, которые не попали, может быть, в программу. А детей делить-то ведь не надо. Вот мы несколько смотрели по телевидению передачи, когда вплоть до того, что там жители сделали для себя, оградили за бочком, замочек поставили, и все, детей уже не пускают. Все мы живем на этой земле, и если кому-то повезло, и кто-то больше поучаствовал, то доброта, это тоже здорово. Это одна из низкой териф отбора жителей на Север, наверное. Дорогие гости, спасибо, что приняли наше приглашение и пришли сегодня к нам в студию. Успехов вам в вашей работе. Я напомню, сегодня в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Север» мы обсудили благоустройство города Наринмара и поселка Искателей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». До новых встреч!